Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Ух ты. Прочитал ещё другие вопросы. Вы забывали ранее в разных, так скажем, разделах, вот. И, соответственно, все ваши вопросы, они, в принципе, про одно. Про то, что ваша мама умерла, вы чувствуете свою мину перед ней, у вас ребёнок родился год назад, и вы свою маму, по вашим словам, в последнее время не слышали вообще. Пожалуй, первое, что хочется отметить, то, что вам, безусловно, соболезнования, вот, вам сочувствия много в этой ситуации. Действительно, это очень тяжёлый опыт, вот, с которым вы сталкиваетесь, ну, с которым вы сталкнулись, это тяжёлый опыт. Опыт непростой. И важно, чтобы та боль, которую вы чувствуете сейчас, например, чтобы вы имели возможность эту боль проживать. Чтобы вы имели возможность делиться с близкими людьми, чтобы вы не были с ней одна, чтобы вы потихонечку её проживали, чтобы вы кому-то плакали, чтобы вы кому-то её выражали. Именно кому-то, повторюсь, не просто, вот, как бы, ну, не просто, вот, пустоту её куда-то, вот, выплёскивала, вот, а именно выражали кому-то. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание. И второе, на что хочется обратить, пожалуй, ваше внимание, это на то, что у подобного состояния, у подобного переживания, это всегда, во-первых, травма. Вот, достаточно серьёзная психологическая травма, потери близкого человека. И, соответственно, на травму нужно проживать, вот, и прорабатывать со специалистом, вот. Там нужно самостоятельно с этим справиться. Порой бывает очень-очень слой. Вот, у этого есть этапы, вот сейчас вы находитесь на этапе борьбы, как мне кажется. То есть, вы боретесь с этим. Чувство вины, которое у вас есть перед мамой. Нормально. То есть, очень многие люди теряют своих близких, испытывают частью славины. Но вам, как мне кажется, нужно увидеть несколько более попробно, несколько более, так скажем, конкретнее. Вам нужно увидеть, откуда чувство вины берёв. Ну, вот, конкретно, например, в, ну, в вашем случае. Вот. Понимаете, да? И, соответственно, чувство вины – это про определённую злость. Вот. Чувство вины – это про определённую агрессию. Чувство вины – это вот что-то, что вы не выражали. Точнее, не выражали. Вот. А, соответственно, соответственно, нужно вам на это… Обратить своё внимание. Вот. Нужно постараться увидеть, что именно вы своей мамой не выражали. Вот. Вот. И, опять же, это про… То есть, завершить не стал. Вот. На языке психологии это вот довольно часто так и работает, что если я человеку-человеку что-то не выражаю… Вот. А, потом, соответственно, с ним, вот, что-то происходит, то я остаюсь с этим, с этим, как бы, вот… Один на один и… Мне очень больно. Что с этим делать дальше? Вот. Не понял. Не понял. Вот. 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 Поэтому, ээээ… На этот момент тоже вам нужно… Обратить своё внимание. А, следующее, на что нужно обратить внимание. Это на то, что вот вы говорите, что у вас родился ребёнок, да, и что вы там свою маму не слышали. Вот. А, скажите, пожалуйста, что вам было важно тогда? Что… Какой… Какой… Какие у вас были приоритеты? Эээ… Тогда. Да. Потому что совершенно очевидно, что… ээээ… Приоритеты у вас какие-то были. Вот. Сейчас вы можете, конечно, это обесценивать, но приоритеты были какие-то. И, на мой взгляд, очень важно увидеть, что это были за приоритеты. На мой взгляд, важно увидеть, какие это были приоритеты. Вот. Важно увидеть, что… эээ… Что вам было важно и ценно. В этой ситу… Ну, в этих… В этих ситуациях. Вот. Потому что вы же… Вы же выбирали. Эээ… Вы же… Вы же выбирали. Эээ… Не взаимодействовать, там, словно говоря, со своей мамой. Да. Вы выбирали это. И дело не в том, что… Ваш выбор, он… Какой-то плохой. Эээ… Эээ… Эээ…. Эээ… ПоисторSud struggling и оваэ Чтобы понять для себя… Ээээ… Приоритетность. Ээээ… Эээ… 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 Ээээ… сейчас, то есть вот если что-то сейчас изменилось, то надо бы постараться увидеть, что изменилось сейчас, потому что то, что изменилось, это факт очевидный, вот. Почему-то, например, вы считаете, что не совсем, как бы, нормально, да, вот, уделять внимание, там, допустим, своему ребенку, когда он у вас родился, и меньше внимания уделять своей маме, например, да, то есть почему-то здесь вот вы считаете, что это вот не совсем нормально, и моя цель, моя задача заключается не в том, чтобы вас переубедить, а в том, чтобы прожить это состояние и увидеть в этом какой-то для себя ресурс. Я наверняка не скажу, но мне кажется, что вы блокируете некоторые свои чувства сейчас, вы блокируете некоторые свои эмоции сейчас, мне кажется, что вы запрещаете себе это делать, и это не может не быть проблемы, потому что, ну, если вот так вышло, что, если вышло, как вышло, да, и если вам больно, то лучше, что вы можете сделать для себя, это позволить этой боли быть, не бороться. Чем лучше, тем лучше, тем лучше вы в этом направлении будете действовать, вот, тем для вас будет ситуация возвращаться, ну, более благоприятной, так сказать. Но это работа определённая, вот, и, конечно, вот, в первую очередь работа с психологом, поэтому я пока что не знаю, как бы, да, готовы ли, хотите ли вы работать над собой, ну, то, что вот терапия вам нужна, это очевидный факт, то, что вам нужна, вот, помощь, ну, вот, это сто процентов. Вопрос только в том, да, вот, хотите ли вы, готовы ли вы эту помощь принять, вот, потому что, ну, одно дело, если вы, если вы ищете специалиста, вот, чтобы вам помогали, и другое дело, если вы, вот, просто как-то жалуетесь сейчас и, как бы, это не находят, ну, не находят никакого выхода, никакого выражения, вот. По итогу, по итогу, как бы, как бы эмоции просто начнут вас отправлять в итогу, поэтому вот особенно хочется, чтобы вы на это тоже обратили свое, свое внимание, вот, потому что это, ну, такой, э, достаточно, достаточно важный момент, как мне кажется, вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, и, э, с точки зрения, вот, с того, что дальше вы могли бы делать, ну, с точки зрения того, что, как дальше можно было бы вам помогать, вот, такой вот ответ. Повторюсь, что, э, вам, э, много очень, э, соответствуем, вот, вам, э, соболезнования, вот, в связи с, э, потерей, что так скажем, мамы, э, вот, э, и не оставайтесь со дна, вот, в этом, в этом, э, ну, вот, в этих эмоциях, в этих чувствах, вот, э, очень важно, чтобы, э, вы могли рассчитывать на, э, э, помощь, и, ну, как-то осознавать, значит, что, что вы не одна, что, близкие люди рядом, вот, ну, и, конечно, нужно разобраться в себе, потому что, вот, то, что, э, в целом вы описываете, как в целом вы описываете, э, свою ситуацию, да, э, складывается, вот, такое, э, впечатление, что вы не слишком, э, понимаете, э, куда движетесь, не слишком понимаете, что, что, что вам, э, э, нужно, да, вот, что вам, э, нравится, чего вы хотите, вот, не слишком, складывается, такое впечатление, да, что, вот, не слишком, в этом вы себе отдаёте отчёт, ну, возможно, возможно, что, э, вам нужна помощь, э, чтобы, э, в этом разобраться, вот, ничего, такого, э, ужасного в этом нет, главное, э, э, рискнуть, попробовать, вот, вот, посмотреть, э, э, и быть готовы к, к каким-то, вот, улучшениям, каким-то изменениям в вашей жизни, вот, всего вам, э, э, самого доброго, всего вам, самого, лучшего, удачи, обращайтесь, э, э, за помощью, вам она, э, пригодится, вам она, пригодится, помощь, вот, вот, а мы будем рады помочь. Субтитры создавал DimaTorzok